Здравствуйте, дорогие зрители Робинзона. Меня зовут Виктор Фоменко. Это программа «Тема дня». Предлагаю поговорить о нападении депутатов-свободовцев на руководителя Национальной телекомпании Украины Александра Пантелеймонова. История следующая. Четыре народных депутата от Всюкраинского объединения «Свобода» в грубой форме потребовали от президента Александра Пантелеймонова написать заявление об увольнении. Свои действия они зафиксировали на видео. И таким образом вся эта неприглядная история стала общедоступной. По мнению Игоря Мирошниченко, Пантелеймонов не имеет права возглавлять государственное телевидение Украины, потому что «служил Путину и российской пропаганде». Это такая цитата. И иначе как «Шабашем в прямом эфире в течение всего дня то, что показывал Первый Национальный, назвать нельзя». Конец цитаты. Мирошниченко имел в виду показ государственным телевидением Украины празднования в России по поводу возвращения Крыма. И вот хочу еще раз процитировать депутата Мирошниченко. «И это происходило в то время, как от действий российских оккупантов погибают украинцы», подчеркнул он. Вместе с тем депутат Свободовец напомнил о том, как во время событий на Майдане НТКО дезинформировало своих зрителей и как на этом канале свирепствовала цензура. Хотя он и отрицал это, но с видео Александра Аронца видно, что народные депутаты силой посадили Пантелеймонова, били его по лицу и голове. Глава МВД Аваков уже заявил, что готов провести расследование действий свободовцев. Игорь Мирошниченко заявил, что в разговоре с временным руководителем НТУ он и его коллеги не применяли физической силы. Поэтому зрители Робинзона могут легко установить истину. Посмотрите этот ролик, его можно найти и на сайте Украинской правды, и в Ютубе. Лидер партии Свобода Олег Тягнебук отреагировал на эту историю. Он осудил действия своих соратников, назвав их неуместными и неоправданными. Он также заверил, что уже поговорил с Мирошниченко, и тот якобы готов сложить депутатский мандат и предстать перед судом. Перед Генпрокуратурой сегодня уже прошел митинг с требованием, чтобы генеральный прокурор-свободовец Олег Махницкий отреагировал на преступные действия своих однопартийцев в отношении главы НТКУ Александра Пантелеймонова. Кстати, трансляция концерта с Красной площади, о которой упомянул Мирошниченко, в эфире НТКУ длилась буквально 5 минут. Прокомментировать эту историю я попросил политолога Константина Бондаренко. Сейчас он на телефонной связи со студией. Константин, добрый вечер. Добрый вечер. Константин, вот эта история грубости со стороны свободовцев и применения к исполняющему обязанности президента вот таких жестких методов, насколько они вас удивили? Они меня абсолютно не удивили, тем более, что «Свобода» не первый раз дает волю рукам и «Свобода» не первый раз демонстрирует уже подобного рода действия. При этом тот же Игорь Мирошниченко неоднократно позволял себе хамские выходки по отношению к оппонентам. Я его знал как действительно хорошего журналиста, но когда он перешел из категории журналистов в категорию политиков, что-то, очевидно, в нем поменялось и что-то, очевидно, изменилось в его стиле. К сожалению, политика никаким образом не улучшила его имидж. Что касается ситуации, здесь ситуация, она еще намного более глубокая, поскольку в данной ситуации мы имеем дело не только с избиением Саши Бантелеймонова, который является моим другом, и мне действительно очень больно из-за того, что произошло вчера с Александром, которого считаю профессионалом действительно. Ситуация еще склубляется и тем, что в данной ситуации в среде партии «Свобода» появились не только люди, которые занимаются рукоприкладством, но и которые откровенно лгут, поскольку сразу же после этого инцидента было выложено видео. Это видео провисело очень недолго, его успели, правда, зафиксировать наши журналисты. Но сразу же, буквально после того, как партия «Свобода» попыталась его изъять из публичного доступа, Игорь Мишеченко и Богдан Бенюк начали сразу же отрицать, что они вообще имели причастность к какому-либо инциденту, они вообще ничего не знают, их нигде не было, они вообще не были в НККУ и так далее. Они начали отрицать свою вину. После этого, когда появилось уже видео, оказалось, что они попросту нагло врали. Таким образом, сейчас мы имеем дело с серьезнейшим кризисом партии «Свобода». Партии «Свобода» и раньше обвиняли в различных непригадных действиях, но им удавалось пока что сохранять такой себе имидж радикальной партии, которая не запятна на каких-то более-менее громких скандалах. Но в то же время сейчас именно этот тот скандал, который может, в принципе, похоронить политический проект партии «Свобода». Мне непонятно, зачем было это снимать? Один из участников, один из депутатов все это снимал. Я так понимаю, аронец. И второй вопрос, зачем было это где-то размещать? Зачем было делать это достоянием? Вот это совершенно не укладывается в голове. Это полностью лежит в логике партии «Свобода», поскольку они хотели продемонстрировать, что вот какие они крутые, что они могут, что им закон не писан, что они могут прийти и сделать все, что угодно руководителям любого уровня. Но после того, как до них дошло, что на самом деле ситуация немножко, скажем так, поменялась, и сейчас уже не времена Майдана, скажем, а что сейчас именно люди, которые цельно власти и должны принести в первую очередь порядок и законность, а не вседозволенность и силу. После этого они начали спешно заметать следы. Мирошниченко заявил, что он якобы готов сложить депутатский мандат и предстать перед судом. Как вы считаете, насколько эта перспектива реальна? Ну, в данном случае сегодня Мирошниченко сделал такое заявление. Вопрос, не пересмотрит ли он свое мнение завтра, не откажется ли он от своих слов завтра, ввиду там открывшиеся обстоятельства, не будет ли он выставлять какие-то условия и так далее. Ну, это то, что зависит от депутата. А если говорить о правоохранительных органах, вот ваш прогноз, будут ли они это дело расследовать или его замнут? Учитывая то, что генеральным прокурором является однопартиец Мирошниченко, я не удивлюсь, если дело будет отправлено в долгий ящик. Но, что касается партии «Свобода», я думаю, она сейчас заинтересована как никогда, чтобы не только Мирошниченко, но и все депутаты, которые принимали участие в этом действии, Ильенко, Бенюк и прочее, чтобы они сложили свои мандаты. А чтобы относительно Мирошниченко было возбуждено уголовное дело и чтобы он был наказан по всей строгости закона. Ну, это если рассуждать с позиций здравого смысла, да? Как партии «Свобода» удержать свои позиции. А пойдет ли на это тягнебог? От него же это зависит, да? Вы понимаете, что если тягнебог не пойдет на это, если тягнебог не сдаст Мирошниченко, то он не только не сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, но не сможет даже, скажем, успешно продолжать политическую карьеру в дальнейшем как лидер партии, поскольку «Свобода» начнет, в принципе, тянуть его рейтинги вниз. Но выходки его однопартийцев могут повредить достаточно успешной карьере Олега Тягнебога. — Константин, и последний вопрос. Вчера у нас в эфире был политолог Александр Абанюк, и он, в частности, заметил о том, что позиции партии регионов, они с каждым днем слабеют, что это уже партия вчерашнего дня. И в ответ на вопрос, какие же партии будут набирать силы, он сказал, что это будут радикальные, ну или националистические силы, националистические партии. Ваше мнение, вы с таким прогнозом согласны? — Для начала нам необходимо посмотреть, что будет с партией регионов после съезда. 22 числа запланирован съезд партии регионов, если он снова не будет перенесен. Посмотрим, что осталось из партии регионов, посмотрим, с какими лидерами, с какими лозунгами, возможно, с каким названием пристанет партия регионов перед избирателями. Это первый момент. Второй момент — это то, что радикалы, они имеют влияние в достаточно ограниченном часовом отрезке, и в временном отрезке. Дело в том, что спрос на радикалов появляется в определенной ситуации, когда обостряются ситуации внешнеполитические, внутриполитические. Сколько ситуации начинают стабилизироваться, радикалы начинают терять поддержку. В данной ситуации, я думаю, что на радикальной волне может сработать Юлия Тимошенко, которая сейчас будет искать новую нишу вместо Батькивщины, и вполне возможно она попытается объединить вокруг себя радикалов. Сегодня на радикальной волне может подняться рейтинг Дмитрия Яроша, который сегодня создал проект «Альтернативные партии свободы» и более действенной, чем «Партия свободы». Так что у радикалов есть, конечно, шансы, но я бы не сказал о том, что все общество тотально будет радикализироваться. Радикалы просто расширят свою электоральную нишу. Ну а что касается «Партии региона», я думаю, что ее рано еще хранить, она еще может сказать свое слово, и в любом случае там был собран достаточно интересный потенциал. Отбросьте наибольших ретроградов и консерваторов, отбросьте наиболее адиозных личностей, и вы получите абсолютно нормальную партию, которая будет представлять интересы востока. Константин, большое спасибо. Историю с нападением депутатов-свободовцев на руководителя первого национального телеканала Александра Пантелеймонова прокомментировал политолог Константин Бондаренко. Это была программа «Тема дня». Я Виктор Фоменко. Напомню, что следующий прямой эфир – это выпуск новостей в 10 утра. Это будет уже завтра. Его, как всегда, проведут Ирина Князева и Дмитрий Глебов. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова